Девушки отдыхают Самполиты, политруки, а по-прежнему комиссары Представители коммунистической партии в армии, заместители командиров по работе с личным составом. Политруки Великой Отечественной вдохновляли бойцов на подвиги и сами показывали примеры героизма. Политработниками в годы войны были сотни казахстанцев, в том числе Акайнус Убеков и Сактаган Баишев. Ваше слово на той войне, к сердцу путь, самый главный выбрав, шло с гранатами наравне со снарядами всех Калибров. Немецкая пропаганда времен Великой Отечественной преподносила комиссаров как цепных псов Сталина, которые гнали солдат на смерть. Такой образ рисовался потому, что именно комиссары были главным врагом немецкой пропаганды. Это были люди высокого морального духа, люди высокой чести. В достижении победы во время войны над фашизмом огромные значения, огромную роль принадлежит комиссарам, политработникам советской армии. Акадца комиссары – это не выдумка большевиков, как мы вообще-то думали. Это и в итальянских армиях, и даже во времена французской буржуазной революции будет, и при Петре Первом будет. То есть, в общем-то, наверное, это неспроста родилось. Действительно, комиссары появились в армиях мира еще до возникновения Красной Армии. Другое дело, что именно в армии молодого советского государства у этой должности появились особые функции. Генералы Красной Армии, они свою половину представляли это генералы Красной Армии, были генералы Царской Армии. Так вот, для того, чтобы они были политически надежными, рядом назначался комиссар, который наблюдал за его деятельностью и участвовал в принятии всех решений без помощи военного комиссара, решение командира считалось недействительным. Более того, комиссар имел право отстранить и арестовать командира. Идея эта вся принадлежала, кстати, Льву Троцкому, который в свое время будет как раз наркомом обороны при Ленине. И он говорил, что кто такие комиссары? Это те же самураи, которые ради идеи готовы отдать свою жизнь. К концу 30-х годов в Красной Армии уже появились свои идеологически правильные командиры. И комиссары с их обширными полномочиями стали для них обузой. В 1938 году при событиях на озеро Хасан, Халкингол, нарком Тимошенко, вы знаете, как, так скажем, министр обороны того времени, нарком Тимошенко, маршал, он докладывал Сталину о том, что многие комиссары не имеют соответствующей военной подготовки своими некомпетентными, он так доложил, решениями или указаниями директивными, мешают работе командиров. Так в Красной Армии вместо комиссаров появились политруки. Они уже не имели права отстранять командира, их главной функцией была работа над повышением политической грамотности солдат. Однако в первые дни Великой Отечественной комиссары вновь вернулись в Красную Армию. Вот это поражение советских войск заставило советское командование ввести должности политических руководителей, комиссаров. В 20-х числах июля 1941 года, уже через месяц после войны, была введена вот такая должность комиссары в ротах политруки, а в батальонах комиссары, в полках комиссары, комиссары дивизии, и дальше вот так вот по этой схеме. Комиссары и политруки принуждают вас к бессмысленному сопротивлению, гласила немецкая листовка тех лет. Гоните комиссаров и переходите к немцам. Незавидной была судьба комиссаров, попавших в плен. Их расстреливали в первую очередь, наряду с коммунистами и евреями. Комиссары следили за тем, чтобы солдат выпустил пулю и снаряд в нужное время, в нужном месте. Комиссары и политруки к винтовке и орудию добавляли еще одно важное средство победы над врагом. Есть такая фраза, классика. Победа в конечном бое осуществляется за счет морального духа людей, за счет героизма и мужества. А вот это героизм и мужество, это же конкретное состояние, морально-политическое состояние, а вот это формирование. Как это формировать? Это же искусство. Это искусство, чтобы люди за тобой... Ты крикнул вперед, за Родину, за Ленина, за Сталина, и пошел умирать. И чтобы не оглядывался, за тобой пошли. Вот вы сейчас любой руководитель можете сказать, за мной встал и пошел, не оглядываясь. Пойдут за ним? Наверное, не каждый может. И вот эти люди смогли это сделать. Пожалуй, самый известный политрук Великой Отечественной Василий Клочков. Наш земляк, служивший в Панфиловской дивизии. Вдохновивший бойцов на подвиг под Москвой. Подвиг, который в годы войны был примером мужества, а в последние годы подвергается сомнению. Было донесение, говорит, на одном из участков на Волоколамском направлении группа бойцов, говорит, из 30 человек. Двое из них оказались, говорит, трусами. Их сами, говорит, расстреляли, говорит, остальные бойцы. Они не пропустили врага, говорит, подбили 16 танков и остановили, говорит, на полдня наступления противника. Это те факты, которые военным корреспондентам газеты «Красная звезда» в ноябре 41-го сообщили в штабе Панфиловской дивизии. Попасть на передовую и пообщаться со свидетелями боя журналисты не смогли. А в редакции дописали к подвигу бойцов кое-какие детали. А фронту нужны факты вот такого массового героизма, стойкости. И нужны были материалы. Мы тогда, говорит, это сам посчитали. Раз, говорит, двое, оказались трусами, то, естественно, 28. И еще корреспонденты пришли и сказали, что они все погибли, говорит, но не пропустили врага. И вот на завтра приходит небольшая, значит, статья подвиг 28. А потом уже более шире конкретно с фамилиями нужно было. Собственно, из-за фамилий после войны и начался сыр-бор, который сегодня привел едва ли не к отрицанию подвига панфиловцев. Оказалось, что четверо из 28 бойцов, посмертно награжденных званием Героя СССР, выжили. А один из них оказался в немецком плену и даже служил полицаем на оккупированной территории. Когда об этом стало известно, провели расследование, допросили журналистов. Те признались, что знаменитые слова Василия Клочкова «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва» приписали политруку в ходе работы над статьей. Но факты остаются фактами. Бой был, танки были остановлены. Политрук Клочков бросился под вражеский танк со связкой гранат, и геройски погиб. Вот есть, скажем, казахстанский, я упомянул, Касым Шарипов, политрук роты того же 1075-го полка, только другого батальона. И вот он в своей книге пишет, как вот это наступление было, скажем, 50 танков не только против 28, и они, оказывается, вот эта рота, она одновременно по всем направлениям немцы наступали. И мы, говорит, отражали эту атаку. Подвиг 28 панфиловцев приукрасила пресса. Но это не отменяет ни сам подвиг, ни его значение для бойцов и командиров Красной Армии. Особенно для солдат панфиловской дивизии. Политруком одной из род этой части служил в 1941-м Акай Нусубеков. Ну, родился он 9 декабря 1909 года в селе Джаланаш, вот, Рейнбекского района. Сейчас это аул имени Акай Нусубекова. Вот, в тех местах он родился. Потом он учился в школе-интернате Джаркенте, а затем поступил в Толгарский техникум сельскохозяйственный. В 1934 году Акай Нусубеков едет учиться в Москву и там присутствует на лекции известного политического и общественного деятеля Турара Рыскулова. В середине 30-х Рыскулов – зампредседателя Совнаркома. В 1938-м он будет расстрелян, как враг народа. И у папы сохранилось очень теплое воспоминание, отношение к этому, как к человеку Турару Рыскулу, как к выдающемуся общественному деятелю. Но недоброжелатели, они же всегда сопутствуют, которые выдвигаются люди. Этот человек написал анонимное письмо, что Акай Нусубекович является прихвостнем Турара Рыскулова. А он его один раз-то видел, как и все другие на этой актовой лекции. После этого доноса Акайя Нусубекова не арестовали, но сняли с работы в центральных органах власти Советского Казахстана и сослали в Семипалатинск. Там, в июне 1941-го, его застала новость о начале войны. Как уроженцы Алматинской области, Нусубекова призвали в 316-ю дивизию, которая в конце 1941-го получила звания гвардейской и панфиловской. И вот это, скажем, приказ Верховного Главного Командования о присвоении звания гвардейских ряда вот таких войсковых соединений, в том числе и панфиловской дивизии. Через день на завтра панфилов скончался, как раз от раны, получено, погиб. И дивизию присвоили по просьбе, и вообще учитывало командование, учитывало и личные там качества, как командира дивизии, и в то же время, учитывая массу и героизм бойцов этой дивизии и желание бойцов этой дивизии, присвоили звание панфилов. Политрук Акайну Субеков пополнил ряды панфиловцев в мае 1942-го года. Тогда главные сражения велись на юге СССР. Однако враг все еще стоял недалеко от Москвы. Панфиловцы продолжали держать оборону у стен столицы. Кончились боевые припасы, им должны были подвезти. И они сидят в окопах, вот его рота. И вдруг на него свалился, буквально свалился немец, крупный такой, хорошо одетый, в смысле тепло, с автоматом. И еще у него и гранаты, в общем, вооруженные до зубов. И папа схватил вот это ружье со штыком и бросился на него со штыком. Откуда силы взялись, не знал. Вот просто Бог помог ему. Он поднял на штык этого немца, поднял и потом бросил. Через некоторое время Акайну Субеков стал комиссаром минометного дивизиона, а позже курировал подготовку снайперской группы. И вот в 1944 году, будучи на фронте, погиб его друг, которого он опекал, Тлеугали Абдебеков, который 398 фашистов уничтожил. Он его отправляет на имя председателя казахского филиала Академии науки СССР Каныша Емонтавиша Сатпаева, письмо, пакет с документами Тлеугали Абдебекова и пишет для будущей истории казахстанцев во время войны, говорит, ни о коем они сейчас собирают такие материалы. И вот я вам посылаю документы известного снайпера Тлеугали Абдебекова. Его вместе с Маликом Габдулиным в декабре 1942 года представили звание Героя Советского Союза Академии СССР. Ну, у Малика Габдулина все, никаких не было, за ним никаких хвостов, ничего. Его сразу же документы ушли. А здесь анонимное, опять же, было напоминание, что он, являясь, Академия СССР в свое время был осужден, не на тюрьму, конечно, а вот что он был расколовский сподвижник, и вот это решили проверить, и документы не отправили. Историки отмечают, как менялось отношение командиров к комиссарам и политрукам в годы Великой Отечественной. В 1941-1942 годах их присутствие в частях и их работа были необходимы. Позже, когда советской армии удалось переломить ход войны, среди командиров снова стали появляться те, кто говорил, что комиссары им не нужны. По легенде, политработников очень не любил маршал Жуков. Об их работе он якобы отзывался так – учат солдат «Ура!» кричать. Слушай, Георгий Константинович, а может, надо было вот так сделать? Он говорит, да кто ты такой? Как в фильме «Чапаев» он говорит, ты кто такой? Я Чапаев, формунову комиссару говорит, ты кто такой? Я Чапаев. Вот эти амбиции командиров, они им жить не давали. Тем не менее, победы Красной армии под Сталинградом и Курском еще не означали победы в войне. Бойцов нужно было поднимать в атаке, вдохновлять на подвиги. Герой Советского Союза, политрук Малик Габдулин в 43-м году возглавлял отдел по работе с бойцами нерусской национальности. Вот скажем, казахи, киргизы, туркмены, узбеки, таджики во время войны составили примерно около полутора миллионов человек. Представьте себе из других национальностей, лилиц кавказской национальности, других там, которые не знают из дальних кишлаков, аулов, не знали, скажем, плохо знали русский язык, а их обучить, скажем, воинским терминам, терминологиям, воинским командам, обыкновенно, и даже ознакомиться с политической обстановкой, с целями, с задачами этой войны. И это все было трудно. Такую же работу в 100-й стрелковой бригаде проводил батальонный комиссар Сактаган Баишев. Мой дедушка Баишев Сактаган Баишевич родился в 1909 году в Актюбинской области, в Байганинском районе, в селе Акжар. Ну, отец его был сапожником, жили они все в селе, вот, и, по сути дела, его жизнь началась вместе с революцией, с приходом большевиков в Казахстан. Он вообще-то в 30-х годах был в рядах этого кавалерийского полка казахского, и они занимались борьбой с басмачами. То есть, вообще-то, он кадрово-военный, так? Это вот с 31-го года он в рядах казахской кавалерии будет. А когда начнется формироваться 100-я особая стрелковая бригада в Алма-Ате, вот, он будет туда назначен этим старшим политруком. 100-я стрелковая бригада – одна из частей, сформированных в 41-42-м годах на территории Казахстана. Бригада воевала на Калининском фронте с северо-западнее Москвы. Принимала участие в одной из неудачных операций Красной Армии – Ржевско-Вяземской. Ржевско-Вяземская операция, или кодовое название ее – операция «Марс», где порядка, по-моему, миллиона человек с каждой стороны участвовало. Ну, там очень плохая местность, болотистая, да? Вот они даже рассказывали, что, ну, кто служил, что пока роем окопы, уже вода заполняет их, да? Но по стратегическому понятию, как бы, она не считается успешной. Может, поэтому про нее вообще только несколько последних лет, пять стали говорить, да? И вот, и тем более об участии казахстанских формирований в этих местах, да? Вот, но там очень много людей погибло в этом Ржевско-Вяземской операции. Конечно, патриотическое воспитание, идеологическое воспитание. Необходимо было постоянно поддерживать моральный и психологический дух воинов. А в тяжелых условиях это непросто было, конечно. В сотой стрелковой бригаде сражались многие известные казахстанцы. Заместитель командира Абулхаир Баймульдин, снайпер Ибрагим Сулейменов, пулеметчица Маншук Маметова. И когда, скажем, пулеметчица Маншук Маметова в той же бригаде геройски погибла, это по инициативе Сахтагана Боищева, вот, подняли, говорят, документы оформили и представили ее к званию Героя Советского Союза и поддержал, это, говорят, командование, в том числе они, командование сотой бригады, оказывается, написало письмо в Алма-Ату, в Казахстан, в Центральный комитет Компартии, правительство Казахстана, чтобы поддержали их инициативу. У него очень серьезное ранение в 43-м году было на Белоруссии. В Белоруссии под деревней не было осколок, попал в левое плечо, и, в общем-то, с тех пор у него левая рука не очень хорошо двигалась. Он лежал в госпитале достаточно долго. Я вот видел его, плечо, конечно, изуродованное было, то есть оно было деформированное, с большой такой, зажившей раной, углублением. То есть это было серьезное очень такое ранение. Дважды раненый политрук Баишев дошел до Берлина, а Кайнус Субеков встретил победу под Кенигсбергом. Домой он смог вернуться после того, как его жена отправила телеграмму Сталина с просьбой демобилизовать мужа. Я помню, их встречали с оркестром на вокзале. Мама сшила мне за ночь из марли такое платьице, как пачка из марли. Здесь бант марлевый, а обуви не было, значит, кошмак, к ней пришито марлевое это самое, сверху, и все подвязано марлевым бантиком. Вот в таком виде я встречала. И когда папа меня увидел, у него буквально, можно сказать, тоска просто, что ребенок вот в таком состоянии. После войны он когда вернулся, в нашем институте он работал, в институте истории, он открыл отдел истории Отечественной войны. Первый он начал как раз именно Казахстан в период Великой Отечественной войны проблему ставить. Сам написал очень такой, знаете, известный такой труд, который не потерял значения и до сих пор казахстанцев в битве под Москвой. Именно на материалах, архивных материалах, Панфиловской дивизии, других дивизий, которые участвовали в битве под Москвой. Сактаган Баишев после войны также занялся наукой. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации по политической экономии. Когда Акай Нусубеков стал президентом Казахской академии наук, Сактаган Баишев был вице-президентом. Политруки Великой Отечественной запечатлены вместе на некоторых фотографиях и кадрах хроники. С докладами по различным проблемам марксистка-ленинского учения выступает кандидат исторических наук Нусубеков. Депутат Баишев, председатель Верховного Совета Республики, открывает сессию. Я родился в 1960 году. В это время Сактаган Баишев был председателем Президиума Верховного Совета Казахской СР. Ну, не могу сказать, что баловал, но тем не менее он уделял мне внимание. Мы гуляли с ним по парку 28 гвардейцев-панфиловцев. Это было рядом с нашим домом. Обычно по воскресеньям он, в общем, старался, был достаточно строгим. Постоянно смотрел, как я подстрижен. И приучил меня очень коротко всегда. Стричь голову. Хоть сидеют давно виски, Для меня вы еще не стары, Замполиты, политруки, А по-прежнему комиссары. Ваше слово... Аккайна Субеков, старший политрук панфиловской дивизии, Родился 9 декабря 1909 года в селе Жаланаш Алма-Атинской области. В 1941 году был призван в Красную армию. С мая 1942 по мае 1945 года принимал участие в Великой Отечественной войне. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Скончался 28 июля 1983 года. Сактаган Баишин, старший батальонный комиссар 100-й стрелковой бригады. Родился 18 сентября 1909 года в селе Акжар Актюбинской области. В 1941 году был призван в Красную армию. С сентября 1942 по мае 1945 года принимал участие в Великой Отечественной войне. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Скончался 18 июня 1982 года.